Дорогие друзья, я вас с радостью, как обычно, приветствую. Пацанам жму руку, отбиваю кулачок. Ну и просто пять. Девчонок, как обычно, обнял, поднял. Сегодня у нас интересные будут темы для разговора. Основная из них это наш юбиляр. Семимесячный. Блин, как ребенок семимесячный. Короче, семь месяцев в майнинге вот этот аппарат. Asus Rock. К нему вернемся чуть попозже, но рассказываю о новостях. Почему долго не было, что происходило. Первое. Ну что, оттопыривался, отдыхал и играл по большей части в игры. Вот одна, которая меня завлекла, это Red Redemption. Много кто знает, скорее всего, вот эта игра. Она меня очень влекла. Даже сегодня встал в 9 утра. И сейчас у нас 2. Я без вылаза на 5 часов подряд в нее играю. Но действительно очень интересный сюжет и завлекательный. Второе. Кто сидит у нас манит болталки, наверняка уже знает то, что у меня появились мысли. А когда у меня появляются какие-то мысли и зерно зарождается в голове, то я это обязательно исполняю. Купил, значит, телефон, который называется... Как вам его показать? Samsung Galaxy S20 Ultra. Вот такой аппарат. Демонстрационный. Демо это, то есть, которые были на витрине. Они не должны быть использованы... То есть, они не должны продаваться. Но теоретически их использовать можно. Каким образом? Раньше можно было устанавливать root за 1,5-2 тысячи рублей. И использовать как полноценный телефон без некоторых возможностей Samsung сервисов. Таких как Samsung Pay, защищенная папка Samsung. Но с современных аппаратов, начиная с S21, такой возможности уже, к огромному сожалению, нет. И только можно их разблокировать официальной полноценной самсунговской прошивкой, которая стоит 13 тысяч рублей. Но он превращается в абсолютно обычный телефон. С обновлениями, со всеми сервисами. И его можно уже оставлять на долгосрок себе. Чем я решил заняться? В общем, он мне достался за 27 тысяч рублей. Плюс прошивка выйдет за 40. И еще заодно взял вот такой S21+. Если кому-то надо, я его продам. За самый низ рынка. Для уважаемых подписчиков он выйдет 25 тысяч рублей. Такой цены нет. Это первый загрузчик. И можно накатить прошивку, и он будет полноценным телефоном. Естественно, значительно ниже рынка. Кому такой цвет приглянулся, то обращайтесь, я могу продать. Это для подписчиков. Для остальных всех людей я выставил цену дороже. 29 или 28, что-то такое. Вот, поэтому этот телефон будет вскоре моим. Я его завтра накачу на него прошивку. И буду использовать. А свой, на который я сейчас снимаю, S20 Ultra, буду продавать за 32 тысячи рублей. Подписчикам 31. Все, это вот такие новости. Далее. Вчера съездил в баню. Так отлично провел время. И с новыми силами сегодня решил вам как раз таки записать ролик. Да, Жора? Кстати, по поводу Жорика. Жорик опять тут исполнял. Короче, где-то он простудился. Скорее всего, я предполагаю, когда он к соседям ходит, возможно, там форточки открытые, и он все почки опять простудил. Сводил его к ветеринару, и назначили ему вот такие капли. Сейчас покажу, какие. Вот, канифрон. Он их пьет. Вот. Так вот их в эту ложечку. Туда водичкой разбавляю, и в рот ему вот сую эту ложку. Он крайне не любит эту процедуру, но, сами понимаете, здоровье животного превыше всего. Итак, переходим к основной теме, дамы и господа. Это ноутбук Asus ROG. Чем он, в первую очередь, мне вообще понравился? Дизайном и крайне он, эта фирма и это подразделение ROG относится к деталям скурпулезно. Начнем даже с того же самого блока питания. Вот обратите внимание, с логотипом Asus ROG. Вот такой он, знаете, весь приятный какой-то, аккуратный. Вот, к примеру, даже вот если сравнить с Acer Nitro, который я себе оставил, обратите внимание на вот этот блок питания. Ну, какая-то китайская херня Чикони. Понятно, что вы скажете, да пофигу на этот блок питания. Да нифига, когда, знаете, все вот такие вот детали, они как-то в душе милее, что ли. Второй момент. Кстати, самое основное, это к чему мы, что за юбилей-то такой, 7 месяцев, 8 месяц пошел. Что это за, не год ему, не 10 месяцев, что это за юбилей такой. Рассказываю, я его покупал бэушным. Ему сейчас уже 2 года, 2 по факту, да, и я его когда покупал, ему было почти полтора, ну там год с чем-то. И неизвестно, что с ним делал прошлый хозяин. Естественно, 100% играл, но я подозреваю, что он и манил о нем. Поэтому 2 года он уже бэушный. Соответственно, никакой гарантии нет. Я его использую и хвост и грива. Ну, хвост и грива, что это такое? То есть, 24 на 7 майнинга. Обратите внимание, даже в таком положении, в таком обычном, как это называется, рабочем положении, 59 градусов, что не может не радовать. Далее. Мне очень понравился по материалам. Вот. Как же вам объяснить? Такая рифленая структура, которая не оставляет отпечатков пальцев. Казалось бы, ну тоже, ну как, что-то мелочь, неинтересно. Сейчас, кстати, свет сюда принесу, чтобы более было наглядно все видно. Так, вроде со светом как-то получше. Вот. И особо отпечатки он не оставляет. Рифленая такая... А, да вот, видно, да? Рифленая такая структура. Это не обращает внимания, это пыль или шерсть от кота, потому что кот, ну вот, всегда в шерсти. Так. Я с мысля сбился и сейчас вот сложно обратно. Ага. Матовый экран не особо бликует на солнце. Еще, что очень сильно понравилось, понравилось, это звук. Ну вот вы скажете, что за звук ноутбука? Чего ты нам опять какую-то дичь вчераешь? Да нифига. Звук действительно присутствует. Басы, низкие и средние частоты. Вполне можно смотреть фильмы и даже слушать музыку. А да что это вы вообще тут... Сейчас я вам продемонстрирую это, допустим, на том же Ютабе. Не знаю, как передаст музыку... О, кстати, у нас криптопатолог в сети. Блин, нужно потом у него стримчик посмотреть. Кстати, всем рекомендую. Миша криптопатолог, вот такой мужик. Вообще, респект ему и привет, если он посмотрит видос. Так, музыка. Бас. Бас, бас, басами. Так, ну давайте вот какой-нибудь такой бас. Это Бугатель, что у нас там? Так. Сколько видос идет? 7 минут. Вот, блин, вот я всегда пытаюсь уместиться. 10 минут. Так, где тут звук-то, блин, добавить? Алло. А где басы-то? По-моему, охрененно звучит. На уровне Genius колонок. Ну, странно, конечно, такое сравнение. Ну, ладно. Так, вот. Далее. Сам ход клавиш и подсветка разнообразная. То есть ее можно настроить разные кнопки. Разные... Ну, RGB клавиатура, которая не одним цветом. Вот, можно ее настроить как угодно. Вот видите, да? Она переливается. Супер. Вот такое решение мне тоже нравится. Выделенные кнопки игровые. Сам приятный ход клавиш. Ну, ладно. Вижу, я надоел вам вот этим вот расхваливанием. Основное, что нас интересует? Конечно же, как он в майнинге. Да офигенно. Ребят, серьезно. Ставлю его на одном и том же положении книжкой. Он манит и никаких сложностей не приносил. По-моему, он пару раз перезагрузился из-за критических каких-то обновлений. И... Да и все. Вот. Единственный минус, который мне не понравился, это дисплей. Я бы его с удовольствием себе оставил. Дисплей мне не понравился в том плане, что он... Как вам сказать? Тусклый. Ну, давайте мы его сравним, к примеру, с тем же самым Acer. Сейчас Acer сюда при таракане, и вы наглядно убедитесь. Вот, ребят, обратите внимание. То есть, чтобы вы не подумали, это самая максимальная яркость. Так. Нет яркости. Вот я, честно, особо не это не юзывал. Так. Яркость. Вот. Самая максимальная яркость и здесь. Но значительно ярче дисплей на том же самом Acer. Даже без включенной... Какая-то, я являюсь... Сети. К сети он не подключен. Вот. И такой уровень дисплея низкий. Мне крайне не нравится. Вот. Ставлю обратно Asus. О, это тестер. И продолжим. Итак. Но, естественно, брала я его не для игры, не для каких-то наслаждений его экстерьером и интерьером, а для майнинга. В майнинге показывает он себя отлично. У нас это видеокарты полноценный 1660Ti. Выдает 30 МГХ. Можно его настроить чуть побольше, чтобы он 31 показывал. Но у меня устраивают такие данные. Что о нем еще можно рассказать? Да, в принципе, я думаю, этого будет вполне себе достаточно. Если по настройкам, то я добавил 699 по памяти. Курву настроил таким образом. Это я вот еще давным-давно так настраивал курвы. Но не посчитал нужным какие-то другие значения вводить. Потому что работает он стабильно. Работает он на низких температурах. И если вы меня спросите, смогу ли я такое рекомендовать. Да, определенно смогу. Но я решил его продать и HP Green. Ну, то есть HP Game Pavilion, который тоже на видеокарте 1660Ti. HP за 63 тысячи. Это для подписчиков 67. Да потому что, знаете почему? Куплю себе две видюшки, да и все. А так для себя и для майнинга вполне себе. Обратите еще и снизу неплохая такая подсветка. А на этом, дорогие друзья, 10-минутное видео еще, блин, растянулось. Мы будем с вами прощаться. Опять же, жмем друг другу руки. Подписываемся на мой канал. Подписываемся на майнинг болталку. Ставим лайки. Кому по кайфу было. И кому, возможно, эта информация пригодилась. А кому не пригодилась, ставим, конечно же, дизлайки. Скажем там в комментариях недовольны. Потому что чем недовольны, что вас не устраивает. Ну, все. Будем прощаться. До свидания.